Вот узбекские голуби. Это вот у меня маточное отделение. Маточник. Сейчас временной сезон уже закончился практически. Единичные остались гнезда, остальные поубирал. Голови всякие, капканы. Гульбадамы, пчелкари, новаты. Вот они, новатики сидят. Маля, чисто белые, жуки, гульсары. Практически всякие. А этот гнезда внизу. Новат еще голубят высиживает. Это вот у них литок, а это уже вторая голубя. Сейчас я их соединил между собой. Тут обычно у меня молодежь. Сейчас для более легкого ухода, чтобы легче ухаживать. Племенный сезон закончился. Соединил их вместе кормить, чтобы легче чистить и так далее. Вот у них свой литок у этих. Когда сезон, они между собой, молодежь и племенные, я их не соединяю, чтобы они не мешали друг другу. Вот такие вот. Вот челкари. Молодой. Много молодежи. Еще нет неперебитых. Много они еще будут перебиваться, свет свой наберут потом. И капканы, и челкари. То есть челкари. Еще вот окчелкари. Они еще перелиняют. Парасочи хорошие есть. Вот чисто белые. Ну и капканы. В принципе, есть любые. В зиму оставлять слишком много, конечно. Всех держать нереально. Порядка сто штук. Может побольше. Я их не считаю. Еще у бакинов там, вот как у кормилых, голубят на нас штук 6-7. Еще накармливают. У меня бакины в другой голубяти вообще отдельные. Потом сюда, когда кормят, так и сюда. Ну и пока с бакинами летают, пока молодые обганивают молодежь. Ну сейчас, сегодня вот два штуки. Один сок взял, а второй потерялся, наверное, молодой, не вернулся. В общем, уже завтра вернется, не знаю. Такие, гонять все сложнее и сложнее. Осень. Вот такая голубятня.